В Армавире насчитывается более 5000 школьников, и обучение во вторую смену доставляет им определенное неудобство. Поэтому с этого года в России работает федеральная программа, которая предусматривает полную ликвидацию вторых смен в общеобразовательных школах. Армавир не остается в стороне, в скором времени в городе запланировано строительство пристроек к уже существующим учебным зданиям. Возведение одной такой пристройки обойдется примерно в 300 миллионов рублей. В эту стоимость 300 миллионов входит и благоустройство школы, и строительство открытой спортивной площадки, и строительство самого здания. Но вас хочу заверить, что первый объект будет на территории там, где мы с вами находимся. На встрече обсудили и частные проблемы армавирцев. Так один из жителей микрорайона пожаловался на слишком интенсивное движение автотранспорта на перекрестке улиц Кропоткина и Карла Маркса, что создает трудности для пешеходов. Градоначальник дал поручение разобраться в этом вопросе на комиссии по безопасности. Что касается граффорки на Карла Маркса, то, как говорили, строительство светофорный объект, поскольку он там необходим и целесообразный, соответственно, будет решение принимать комиссию безопасности, и, соответственно, будет вам давать ответы. Кроме того, собравшиеся обсудили качество медицинского обслуживания в поликлинике номер 2, заслушали отчет местного участкового, рассмотрели деятельность органа ТОС. После обсуждения запланированных общих тем, градоначальник провел прием граждан по личным вопросам. Марина Белова, Артур Кырджанян, служба информации канала РЕН-ТВ «Армавир». Редактор субтитров А.Семкин